Здравствуйте, мои маленькие любители тотальной войны. Сегодня мы будем разбирать по категориям стрелковых юнитов из игр Ромбл Вар. Первая часть, конечно же. Однако здесь будут не все стрелковые юниты, сразу же стоит предупредить. В этом списке я разберу всех стрелковых юнитов, которые вам будут доступны в стрельбищах. Но и да, честно говоря, осады в этом списке не будет. Будут именно сами стрелки. А осады мы уже разберем как-нибудь в следующий раз. Ну, так вот, выходит, что все эти ребята вам будут доступны только в стрельбищах тех или иных фракций на тех или иных уровнях. Поделены будут наши юниты аж на 5 категорий. Сверху вниз мощно. Это очень классные лучники, либо же какие-нибудь другие стрелки. Класс почти мощно, но не хватает некоторой мелочи. Выше нормы будут некоторые юниты, которые по статам будут отличаться от стандартных. Стрелков. Что-то как-то это ребята, которые имеют более-менее нормальные статы, либо же доступны просто раньше своего времени. Раньше, чем другие оппоненты, которые уже будут в списке очень ситуативно. Кроме того, стоит отметить, что очень ситуативно будут. Ну, действительно, юниты, которые очень сложно, для которых подобрать какую-то ситуацию, то где они покажут себя с лучшей стороны. Ну, так вот. К первому, как раз-таки, к последнему списку, именно к очень ситуативным, я бы отнес, скорее всего, большинство пельтастов в этой игре. Потому что, да, конечно же, этот юнит вам доступен большинству фракций первыми. Первые в списке они будут у вас. Однако, статы их, конечно же, на любителя. То есть, как для стрелков, очень слабо. Именно, в основном, из-за своей дальнобойности и из-за количества снарядов, которые они переносят. То есть, пельтастами будет относиться большинство юнитов, которые, в принципе, кидают копья. Следовательно, в очень ситуативном мы по-любому отправим таких пельтастов, например, как нумидийских пельтастов, как испанских пельтастов, как пустынных пельтастов египетских. Однако, тут не все так просто. Стоит еще добавить одну вещь. То, что у некоторых пельтастов есть все же кое-какие особые бонусы. Как, например, пустынные. Они обладают бонусом в пустыне, само собой. Греческие пельтасты обладают дополнительным уроном, точнее, бонусом в битве в лесу. Но, как по мне, все равно это особой ситуации не спасает. Чисто из-за своей хреновой дальнобойности. Да, конечно же, атака у них высокая. Однако, какой смысл от этой атаки, если не успеют даже выкинуть копье? То есть, да, у них там высокая атака, повышенная атака против слонов, колесниц. Но такой вот, какой смысл, если колесница уже в них врежется? То есть, про бонусы мы поговорили, особо это не помогает, и поэтому большинство пельтастов отправляется вниз. То есть, еще это относится и к пельтастам в пижамах, таким как у понтийцев и у армян. Ну и, конечно же, уже оставшиеся греческие пельтасты. Это всякие фракийские, македонские, греческие и селевкидские пельтасты. Так, с этими пельтастами мы разобрались более-менее. Дальше давайте прекратим эту бойню. Возьмем кого-нибудь получше, кто достоин высшей позиции в списке. И пусть это будут уже застрельщики, точнее прачники. Но это будут непростые прачники, потому что прачники тоже делятся в основном на два типа. Ну и они тоже делятся на подвиды. Например, есть египетские прачники. Прачники доступны вам, стрельщие также первого уровня, как и застрельщики египетские. И тоже обладают дополнительным уроном, точнее, дополнительным бонусом в пустыне. И, в принципе, как по мне, это уже получше, чем пельтасты. В основном чисто из-за своей дальнобойности. То есть, эти ребята, конечно же, атака у них будет пониже, но хотя бы дальнобойность. То есть, у пельтастов с дальнобойностью 50, у этих ребят уже 80. То есть, почти в два раза больше. Ну, как почти. Я бы сказал на 2 пятых. В любом случае, дальность в рим-тотле довольно неплохо решает. И хотя бы прачниками это лучше показывается. То есть, египетские прачники уже будут чуть повыше, например, египетских пельтастов. То есть, тут я советую нанимать их, чтобы хотя бы успеть нанести побольше урона. Ну и кроме того, хотя нет, вроде скорострельность у них все та же. То есть, не важно. Так вот. То же самое касается британских прачников. То есть, в Британии вам будут доступны только стрельбящих один вид прачников. То есть, да, как я уже говорил, здесь все, только те, кто у вас нанимается в стрельбящих. Следовательно, здесь не будет, например, нумидийских пельтастов, которые нанимаются в казармах. И не будет, например, метателей голов, как у Британии, которые нанимаются там вроде в каком-то светилище, где доступны голые фанатики. Ну или там какие-то особые британские фанатики, это уже не помню. В любом случае, то есть, то же самое доступно на первом уровне, только вместо бонуса в пустыне они получают бонус в холодных землях и вроде еще при этом в лесах. То есть, это гид-двойной бонус, что тоже довольно неплохо, но для высшей нормы они не подходят. То же самое у нас еще есть парфианские прачники. По идее, у них нет таких бонусов дополнительных, как у этих двух, но однако они хотя бы нанимаются тоже в стрельбящих первого уровня. Тоже что-то, что-то похоже на нормас. Ну и есть еще некоторые прачники, которые доступны как раз-таки к Рафагену, Испании и все той же Нумидии. Но, по идее, это уже не уровень, потому что для них надо иметь стрельбящие второго уровня. То есть, если сравнивать с тем, что может быть в теории в стрельбящих второго уровня, то есть, как у некоторых появляются там всякие лучники, какие-нибудь крутые лучники, либо что-нибудь еще, нет. Это все же не уровень. Ну и кроме того, нет у них дополнительных бонусов, как, например, у британских, либо же как у египетских прачников. Что, конечно же, это минус. И, соответственно, из-за своей доступности, из-за того, что у них нет бонусов, но эти ребята идут ниже. Дальше разберем... О, тут как раз-таки наехали даже на избранных лучников. Но избранных лучников мы оставим на потом. Давайте займемся обычными лучниками. И пусть это будут уже хотя бы Нумидийские лучники. И тут уже я бы вот этих ребят отметил бы как выше нормы. Почему? Сейчас попробую объяснить. Хотя, что тут объяснять? Дело в том, что эти лучники доступны вам в стрельбящих первого уровня. То есть, выходит, что пока все на стрельбящих первого уровня, некоторые даже второго уровня, тешатся всего лишь какими-то застрельщиками, какими-то прачниками голевыми. Но Нумидийцам даются сразу же лучники. Офигеть просто. Это полный пиздос. То есть, высокая атака. Дальнобойность уже 120. Следовательно, у прачников 80, у пельтанцев 50, у этих ребят 120. То есть, почти, ну еще в несколько раз больше, чем у прачников. Я даже не говорю, насколько больше, чем у застрельщиков. То есть, это круто. Доступны раньше. И да, конечно же, статы лучников, как у обычных лучников, стандартно, которые даются большинство фракций. Однако, ё-моё, доступны с самого начала игры. Это просто круто. Это стоит того. Дальше, да, как я уже говорил, всем позже тоже становится большинство из фракций доступны лучники. Например, вот греческие фракции получают тоже своих лучников, стремящие второго уровня. Но, однако, это уже что-то как-то так чисто из-за своей доступности. То есть, они доступны не с первого уровня, а со второго уровня. Следовательно, да, по статам они будут такие же, как нумидийские лучники. Однако, при этом доступны чуть-чуть позже. То есть, для этого надо иметь раскачанные поселения. Да, конечно же, если вы играете за селепкидов, у вас есть, например, Антиохия. Если вы играете за Македониан, то у вас будут какие-то фессалоники. Только вроде фессалоники надо ещё успеть раскачать. Когда у Антиохии уже там есть прокачанный город. Но да ладно, в любом случае. То есть, лучники будут менее доступны у этих фракций. Ну и по статам они будут такие же, как нумидийцев. Следовательно, будут послабее, чем нумидийцы. И поэтому уходят на ту же позицию. Стоит отметить, что у Рима тоже становятся доступны лучники. И по идее, по статам они всё те же, с теми же самыми способностями. То есть, да, ещё у них есть заполнительный урон там в лесах. Но, как я уже говорил, хотя бы уже это побольше становится существенно. Уже посущественнее становится. Потому что лучники успевают нанести больше урона. Ну и, конечно же, это хорошо. У римских лучников есть то же самое. Никаких отличий. Только я бы отметил ещё лучников Дома Брутов, либо же Сципионов. Хотя, скорее, просто Дома Брутов. Потому что они будут иметь больше опыта, если вы строите правильный храм. То есть, если разбирать лучников Брутов, то это по-любому будет круче. То есть, будет выше норма, потому что больше опыта. Ну а так, если брать обычных римлян, например, Юлия. Если не брать в учёт храма, если мы не будем этого брать, то это уже что-то как-то так. То же самое касается лучников в пижамах. Следующих на восточных лучниках, которые там есть у Армении, Парфии, у Понта. Всё то же самое, только нет дополнительных бонусов в лесах. То есть, всё тоже выше нормы. Но если сравнивать чисто из бонусов, то есть чисто из бонусов, римские лучники и греческие лучники будут выше. То же самое будет относиться и к лучникам пустыни. Пустынным лучникам, потому что им даётся само собой бонус пустыни, как и, в принципе, вроде всем юнитам Египта. Следовательно, чисто из-за этого бонуса можно было бы их поднять выше. Но из-за своей доступности, если сравнивать всё же с нумидийцами, то нумидийцы и остаются круче. Но да ладно. Следующие лучники, которые вот тут уже что-то по интересу становятся доступно, и это лучники, которые доступны Скифом и Дакийцам. И это ё-моё. Начнём с того, что эти лучники, как и нумидийские, доступны с первого уровня стрельбища. Офигеть просто. То есть, никогда такого не было, и вот опять. Ё-моё. Это первое. Второй момент, что у них мощнее атака. Рукопашная, следовательно, смогут дать больше пиздюлей. То есть, эти ребята являются более опасной версией нумидийских лучников. Следовательно, являются лучшими, следовательно, эти ребята отправляются выше. И не важно, сколько они стоят, они хороши. Они хороши, и кроме того, как и нумидийских, их можно вначале очень много накрепать. Дальше наши... Ну, кстати, да, мы не всех разобрали стартовых юнитов, которые достаточно стрельбища к первому уровню. То есть, давайте уже добьём эту тему, и будем заниматься юнитами покруче. Ну, так вот. Варварские застрельщики. По идее, варварские застрельщики уже будут покруче, чем обычные застрельщики. Потому что у них копьё метательное, оно мощнее бьёт. И рукопашная атака у них мощнее. Следовательно, они будут более полезны как в стрелковых атаках, так и в махаче. То есть, могут дать небольшой отпор врагу. Что, в принципе, является эдаким приятным бонусом. Конечно же, да, это не лучники, которые доступны на первых порах, но хотя бы что-то, что-то такое, что-то такое нормальное. Поэтому я бы их поставил выше обычных пельтасов и уж повыше этих прачников. То же самое касается римских велитов. Да, конечно же, копьё у них не такое мощное будет, как у наших варваров. Однако, компенсируется вроде тем, что у них броня повыше. То есть, следовательно, тоже рукопашные смогут дать каких-то пиздюлей. Ну и, кстати, стоит не забывать, что, в принципе, все эти стрелки, которые пока что уже в списке находятся, обладают дополнительной скоростью. Следовательно, они будут быстро бегать по карте. И тоже будет полезно, например, в преследовании убегающих врагов. То есть, в этой ситуации тоже эти ребята будут полезны. Если, конечно же, они не уставшие. То есть, догадание врага, добить его, тоже полезно. Но да ладно. То есть, эти застрельщики уже будут покруче обычных застрельщиков, следовательно, идут выше. Удивительная вещь после реформ Гая и Мария, то, что, в основном, я всегда с удовольствием на римлянам, это то, что их велит и меняется на вспомогательных застрельщиков, так сказать. Вспомогательных, ну да, вспомогательных застрельщиков. Беда в том, что эти вспомогательные застрельщики вообще не становятся сильнее. И все, что они получают, это, ну да, чуть-чуть побольше тренировку. Они становятся более тренированными. Однако и цена их тоже повышается. Как по мне, обмен на любителя. Ну да ладно, как говорится, что имеем, то имеем. Но выше нормы я бы это действительно не ставил бы. А вот кого бы я действительно поставил, так это вспомогательных лучников. Вот эти ребята уже действительно выше нормы. То есть, конечно же, стрельбща второго уровня, однако хотя бы для второго уровня они получают дополнительную броню и помощнее лук, который еще при этом является дальнобойным. Как по мне, это довольно круто. Я бы даже сказал класс. Так вот, заканчивая наш список, можно разобрать и сказать немного за греческих тяжелых пельтасов. То есть, эти ребята доступны только грекам. Действительно, они обладают больше броней. Копьё вроде их становится тяжелее. Меч посолиднее. То есть, и в драке, и в стрелковой атаке они могут что-то противопоставить. Но, все же, все же, не стоит забывать то, что это все еще пельтасы, все те же ребята, и с дальнобойностью у них будут беды. Но, однако, чисто из-за своей мощности, да, конечно же, они становятся доступны довольно поздно, когда у вас уже есть лучники, и вам, в принципе, больше ничего не надо. То есть, вашу фалангу прикрывают эти ребята. У вас есть немного кавалерии, чтобы добить врага. Ну, и смысла от этих тяжелых пельтасов особо нет. Но, чисто из-за своих статов, я думаю, они заслуживают позицию выше нормы. По крайней мере, если сравнивать их с остальными застрельщиками, которые доступны в игре. То есть, это уже прикольно, прикольно, солидно. Ну, и последние списки, думаю, вы подозреваете, какие места займут эти пять мужиков. Но, да ладно, начнем, по идее, со слабшей версии из них всех трех. То есть, стоит признать все-таки, что благородные лучники, хотя они вроде как-то по-другому называются, избранные лучники вроде называются. То есть, действительно, избранные лучники будут чуть-чуть похуже своих оппонентов, но все же они достойны внимания. Потому что, в отличие, например, от лучников фараона, эти ребята доступны вам будут раньше. То есть, особенно, если вы играете, например, за Дакию. То есть, у Даки есть поселение, не помню, там, где в Медивале замок Бран, как-то так, не помню, как там называется поселение. То ли лази голод или что-то такое. В общем, да, население там довольно уже на высоком уровне, и пока пить остается совсем чуть-чуть. И вы получаете поселение третьего уровня, следовательно, вы получите стрельбище второго уровня. А эти ребята доступны вам как раз-таки в стрельбище второго уровня. Что, как по мне, просто офигенно. То есть, в отличие от лучников фараона, которые доступны в стрельбище уже третьего уровня, нужен для этого поселения как раз-таки четвертый уровень, а для этого надо иметь очень много населения. Конечно, да, у Египта высокий прирост населения, однако все же не сравнится со скоростью прироста у Даки. Там буквально стоит вам накопить меньше тысячи из того, что я помню, либо 1200. В общем, несущественно, несущественно. Если вы играете на больших объемах армии, то можете просто распустить ваше войско, которое там находится. И этого вам, по идее, должно хватить. То есть, в любом случае, это будет мощно. Кроме того, статы, мое почтение. То есть, в отличие от римских вспомогательных лучников, им дается гораздо больше брони. То есть, там где-то десятка брони. Атака становится просто бешеная, тоже около десяточки. И, конечно же, дается длинный лук дальнобойный с восьмерочкой. Единственный минус, да, то, что они бронированные, из-за этого не могут быстро бегать. Но, в любом случае, это довольно мощные ребята. И, мне кажется, они достойны этой позиции мощно. И то же самое, конечно же, да, такие же ребята доступны у Скифов. Тоже стрельбище второго уровня. И то же самое доступно германцам, стрельбище второго уровня. Именно такие мощники. И это довольно круто. Следующий, кто занимает эту же позицию, это, конечно же, лесная братва. Дикие парни. И если сказать, писать их как-то вкратце, то это будут критские лучники, которые доступны Галам. И, в принципе, да, это очень солидная армия. То есть, эти ребята, в отличие от критских лучников, стоит только заметить, то есть, по статам они более-менее похожи. Однако, в отличие от критских лучников, эти ребята могут прятаться везде. То есть, для того, чтобы устроить какой-то налет, устроить какую-то засаду, эти ребята пригодятся просто офигенно. И смогут, ну, размотать вражеские войска, пока они подходят к вашим основным силам. Либо же приготовить их для удара по вражеской охране полководца, слабить ее и так далее и тому подобное. То есть, если сравнивать, конечно же, с застрельщиками, да, от этих ребят будет больше прокут. Потому что, да, как и критские лучники, у них мощные луки, и кроме того, они дальнобойные. Что просто офигенно. Следовательно, даже если на них кто-то сагрится, у них будет время, чтобы убежать. Ну, и, конечно же, они быстро бегают. И, конечно же, могут везде прятаться. Что просто офигенно. Естественно, это очень мощно. И, по идее, это выходит, если сравнивать с избранными лучниками, да, конечно же, защита у них будет слабее. Но, как итог, именно из-за дополнительных вот этих бонусов, я бы их даже поставил выше избранных лучников. Однако, этого нельзя сделать. Потому что, ну, я поставил избранных лучников на эту позицию чисто в основном из-за того, что они круче вспомогательных лучников. Которые же доступны на том же уровне поселения. Ну, и, конечно же, последний юнит, который, ну, я думаю, очевидно, что занял бы эту позицию, это лучники фараона. Конечно же, они занимают мощно. Ну, если вы, конечно же, хотите, могу их поставить просто в очень ситуативно, потому что мы можем. Но, как говорится, мы же все понимаем, что эти ребята действительно очень мощны. То есть, луки, по идее, одни из самых сильных в игре, бронированы. Мое почтение. Рукопашная, да, конечно же, рукопашная может быть слаба, но, ё-моё. Если кто-то еще успеет подойти к ним в рукопашную, найдите мне этого человека. Да, конечно же, это может быть какая-то легкая кавалерия, однако я уверен, что она сразу же побежит. Потому что, ну, лучники фараона могут просто поджечь стрелы, и тогда эти ребята будут разбегаться от фараонов, я бы сказал, даже как от огня, да. Ну, и, конечно же, дисциплина, тренировка, мое почтение. В принципе, в этом плане выходит довольно короткий видос, но я и в основном планировал его сделать коротким. Надеюсь, этот разбор по категориям понравится многим. Возможно, для кого-то это будет поводом поиграть в Rim Total War, старый, так сказать. Не вот эти новые Total War, а что-нибудь старенькое. Что-то такое душевное. Возможно, для кого-то это будет поводом защитерить, если вы не играете, конечно же, на планшете или типа того. Для кого-то это будет поводом защитерить себе Дакию, чтобы попробовать по-быстрому нанять этих крутых лучников, а потом быстро построить стрельбища второго уровня и нанять избранных лучников. Да, и там еще можно будет нанимать избранных мечников. Ё-моё. Прости, господи, прям. Может быть, для кого-то это будет поводом сыграть за Галлов. Хотя, ну да, тут надо признать, что Галлам будет тяжелее получить этих лесных братанов, чем тем же Дакийцам. Потому что нету там поселения, у которых могло быть примерно столько же населения, сколько и в поселении наших Дакийцев. Но все же, может быть, кто-то найдет такое поселение, может быть, кто-то по-быстрому нападет на Рим, на валет там. Не помню, как поселение называется на севере. Но, в общем, найдет поселение, где есть много населения, построит стрельбища второго уровня, наймет таких крутых ребят. Ну и, в принципе, такие дела.